всем здрасте друзья привет мы решились дмитрий юрьевич расскажешь на что мы решились а мы решились на очень важный обзор на прежде чем это скажем я хочу поделиться вам небольшой новостью мы параллельно создали канал на янтез за там будут также присутствовать все обзоры что и ю тубе но небольшой небольшой изюминкой ремарк 2 изюминки вот так скажем а первый изюминка пока первое время полгода год будут выходить там видео обзоры кида много раньше чем в ю тубе и вторая зимка для тех кто критично относится к нашим блогом там их не будет вообще вообще а почему на яндекс зене не будут влоги или по блогам будет отдельный канал на дзене удачу понятно ребят я думаю поэтому поэтому ссылка в описании переходите подписывайтесь и будет все хорошо и еще такой момент так как на комментарии дима собственноручно отвечает сам и на яндекс дзене вас пока немного у вас есть возможность получить ответ на интересующий вас вопрос правильно внутри ваш да так кто с нами не знаком мы неугомонные просили действующая служба доставки в городе саранск работаем с икеи с 2010 года являемся самым крупным youtube каналом на территории всего ю туба поэтому про икею знаем все и даже больше и так сам презентация в принципе момента закончили мы готовы работать так как метод является очень я бы сказала самый большой и самой сложной темы наверное на территории пространства икеи у нас есть очень много обзоров связанных с интерьерами мы показываем в новинках постоянно фасада какие-то интересные решения интерьер мы вам показываем когда находимся в каждом городе но полноценного обзора вот начиная шкафчик каркасик ящичек дверка мы такого не делали сейчас объясним почему на самом деле все просто даже сейчас при текущей ситуации будний день утро невозможно полноценно снять обзор в отделе почему просто тупо толпа народа дмитрий юрьевич вот просто на ней протолкнуться то есть с камерой нас куда не пустят пустят зато общих поэтому работать мы с вами будем следующем формате так как по методу нет вот этой теоретической части как например по паксам мы смотрим дал этот табличный так каркасики ящики дверки фасады мы сейчас сделаем просто под музыку проводку всех фасадов по возможности покажем столешницу сейчас по столешнице у нас есть отдельный обзор я думаю дима технически сможет прикрепить нам ссылку к писанию и дима сделать проводку надеюсь что получится вот все вот эти внутренности учет там ноги тут задание командовал тогда попробуем а потом мы пойдем с тобой смотреть по отдельно уже по выставкам как выглядят каркасы как выглядят вот эти все можно перемещать кому сразу так и будем переходить какие-то ночи проводочки просто там разные каркасы от больших до маленьких давай попробуем там снять а потом их уже детально покажем попробуем там и со светом и народу полно давай сейчас просто рискнем нет значит будем все в интерьерах смотреть пошли рисковать ребят работаем быстро нам на самом деле повезло здесь народа нет и мы никому не мешаем и так погнали начинаем с углового каркаса сразу предупреждаю люди будут бегать других вариантов нет значит смотрите метод это тот же тот же конструктор что и пакс у вас отдельно каркасы отдельно полки отдельно внутренние элементы отдельно столешница и отдельно каркасы как выбирать какие ошибки это мы вам позже уйдем в интерьер все расскажу давайте пока есть возможность посмотрим из чего состоит метод и так метод это набор каркасов каркасы делятся на угловые на скрытые угловые на прямые каркасы и при этом прямые каркаса делятся еще по высоте то есть метод можно собрать вот мы практически под потолок ширина у методов только четная 20 40 60 80 метров глубин несколько то есть у нас верхние 37 глубиной а нижние у нас глубиной на 60 сантиметров почему это делается все просто чтобы вы головой вот здесь не били что было вот это пространство так качество каркасов здесь покажу пойдем тогда поближе это у нас клееные дсп со специальной обработкой вообще они хорошо благостойко обработаны то есть по этому поводу не переживайте главное их правильные качества не собрать давай покажем те элементы которые человек на сайте не может увидеть то есть у всех каркасов если особенно мы говорим про угловые и вообще про нижние каркасы есть дополнительное укрепление то есть сюда вы стелите столешницу дальше давайте разбираться глава каркас 88 88 на 80 здесь у нас дсп толщиной 18 сантиметров и сам каркас имеет устойчивую конструкцию то есть вы понимаете что он более усилен и чем например базовые прямые каркасы в чем нюансы здесь вы соответственно все закрывается столешницей сюда по желанию вы можете поставить полку это уже как бы кто-то ставит как не ставит технической необходимости большой в полке нет каруселька обязательно должна быть в нижнем каркасе объясняем почему глубина большая и если вы сюда просто наставите полок вам будет очень сложно подбираться но если вы хотите сэкономить денег и кухни прям бюджетные бюджетные тогда значит ставите полки и учитывайте тот момент что вам будет сложновато пользоваться то есть идеальный вариант это вот именно каруселью труста еще такой момент сразу отметим где тебе удобно подойти у всех каркасов есть дополнительные отверстия это как и пакса через примерно три-четыре сантиметра для них есть отдельно заглушки барьера вы все это закрываете эстетически у вас этого не видно ничего это сделал что вы могли регулировать полок следующий угловой каркас 128 68 на 80 вот здесь кстати очень хорошо представлено как можно кухню с угла переводить например вот букву по и вас вот сюда допустим вы ее проращиваете кухни же разные бывают что здесь у нас вот здесь у нас глухой каркас вы сюда подобраться не можем и сюда идет уже другая выдвижная напольная секция стоит на 7 200 и она имеет форму вот такого огромного крыла то есть если вы ее не ставите то по факту вы физически не сможете пользоваться то есть у вас есть доступ вот сюда а сюда мы уже никак не подберемся даже если у нас руки длинные или мы мужчины высокого роста поэтому если вам технически нужен вот такой каркас то вы должны понимать что вам технически нужно вот такая каруселька за 7 200 по-другому просто не сможете вот это друзья два угловых каркаса вы можете делать угол на любую сторону плюс из угловых каркасов вот если вот такие вы можем делать узкую п-образную кухню если в этом есть какая-то необходимость но вопрос удобства это уже отдельно риторический а так как крепятся дверки мы покажем на выставочных образцах в интерьерах дальше переходим каркас напольного шкафа 30 60 80 это узкий каркасик которым чаще всего куда его берут кто-то ставит полочки кто-то ставит вот такой выдвижной внутренний ящик максимера для чего чтобы сократить количество пустого пространства потому что и кей не делает по вашим размерам и кей свои размеры отсюда ценник более-менее адекватный отсюда гарантии что как бы производится все это большим количеством не под вас лично и уже исходя из тех размеров вы собираете шкафчики собираете заполняете как отдельно заполнить бывает такие вопрос у меня осталось пять сантиметров что делать вот эти пять сантиметров мы расскажем позже на примере одного из интерьера возвращаемся так сюда к этому же шкафчику то есть тридцаточку целесообразно оснастить все-таки выдвижным модулем почему шкафчик узкий глубокий много не положите пользоваться будет неудобно если у вас будет полки как у вас будет все забито поэтому чаще всего выбирает вот такой ящик для хранения каких-то длинных банок бутылок емкости это более целесообразно такой выдвижной внутренний элемент стоит 4 500 следующий следующий каркас 40 60 на 80 что делать чаще всего с ними за ракушку тоже чаще всего оснащают ящиками вообще 90 процентов большинство клиентов выбирают вниз оснастить ящиками вверх полками это удобно это функционально ящики у нас могут быть с плавным ходом с доводчиком то есть без ручки а можете делать с ручкой зависимости от того какой вы выбираете вот это новый ящик с нажимным механизмом называется и кси тионель 40 на 60 он стоит 3000 до этого максимера были без нажимных механизмов дим может чтобы подойти вот нажимный механизм внутри этого ящика поэтому ценник здесь дороже чем у максимера но вы сразу как бы покупаете ручки можно так сказать ручки уже нет необходимости ставить дальше вот это ящик максимера базовый то есть по функционалу они одинаковые но разница в 900 рублей это отсутствие либо наличие как раз именно самого механизма дим не можешь сюда подвернуть камеры вот сюда не смотрим смотрим вот сюда это механизм максимера технически по плотности они примерно одинаковые и как думаешь 900 рублей стоит вот эта разница в стопоре нужно только кому кому это актуально кто это хочет особо плюсов она не имеет то есть гроба пять ящиков уже лишних пяти пять тысяч потрачено может кому-то это нравится альза нравится надо платить за нравится всегда платить крайне так сюда камеры тебе наверное будет не особо удобно полки мы покажем другом месте а вот это вариант бюджетного ящика это корзина когда кухня выходит из бюджета и вы понимаете что вам полки неудобно вот о чем я говорила вот стандартный ящик вот его глубина крайне неудобно лазать что-то доставать тогда вы спокойно ставите корзинки так дальше переходим 60 ящики их тоже чаще всего шкафчики 60 60 60 на 80 их точно также чаще всего оснащает выдвижными ящиками и сюда уже очень хорошо становятся мелкие именно низкие ящики максимера кто-то ставит подсветку кто-то не ставит подсветку для столовых приборов для чего-то мелкого столовые приборы баночки какие-то мелкие тарелочки максимера вся по механизму одинаковая то есть что на сороковом что на шестидесятом разницы нет и о чем мы уже говорили вот это узкий ящик с выдвижной со стопорами это широкий ящик то есть теперь у нас по крайней мере есть выбор сам уже каждый решает что ему брать максимера сами ящики делятся на узкие буквально там даже 10 сантиметров нету средние средние чаще всего берут под посуду под сковородки и под высокие то есть высокий ящик вот в качестве примера здесь стоит варьера большой ящик то есть это хранение каких-то кастрюль это хранение таких уже более крупных посуды в общем то что вам нужно пока здесь стекло то есть они всегда открыты можно сбоку увидеть что у вас лежит но тогда и в чем фишка максимера она выдвигается полностью практически до конца вот насколько выдвигается у труста вот насколько выдвигается ящик то есть вот этот момент тоже нужно понимать следующий точно такой же каркас представлен все одинаково просто наполнение представлены немного по-другому а дальше раз уж мы подошли давай петлю покажем петля со встроенным стопором есть два радиуса открытия 153 градуса и 110 градусов петли у икеи blue 8 мы ставим давайте неудобно вот эта петля 153 градуса закрываю еще раз то есть вот так у нас выглядит если дверка закрыта вот здесь дверку вот насколько угол открытия то есть понимаем что дверка вот буквально вот так открывается набор таких петель 900 рублей по бюджете набор за 100 на 110 градусов он открывается вот так то есть кому критично вот такое открытие вы соответственно приплачиваете два раза кому не критично вы берете с обычным прямым его открытием а дальше петля с нажимным механизмом для горизонтальной то есть вот для такой дверцы она стоит 3000 комплект из двух петель на одну дверку нужно 2 это большие тяжелые петли очень добротный не пытайтесь их заменить на другие по крайней мере у наших клиентов опыт отрицательный то есть петли выходили из строя полочки падали закрываем дальше петля мебельная утруска 95 градусов самое обычное 450 рублей вот она самая распространенная но любишь главного закрывания до дошкнут открыл закрыл то есть вот эти все-таки получше бы хотя вот здесь разница смотри пусть в основном люди выбираются с таким стопором внутренним за 400 рублей и нажимной механизм у труста 250 рублей за две штуки это когда у вас например ящики максимера а вам жутко захотелось дополнить чтобы ящики не менять вы просто только покупаете механизм так здесь все сюда переместимся здесь у нас каркаса для высоких шкафов каркасы для холодильника для духового шкафа просто высокий каркас когда вам нужно кухню поднять в чем отличие каркасы для холодильника для духовки оснащены выходным отверстием видно вот это вот правильно дим ты это поправляй потому что у меня и я не столько умная водка плюс к не еще можно дополнить полками с вентиляцией и чтобы вас циркулируем да вот я руку вот так вот рука честно для нас съемки метод это выход из зоны комфорта это полка с вентиляции дополнительные для циркуляции воздуха мы с вами уже смотрели проволочные корзины они есть разных размеров в чем хороши проволочные корзины них есть топора и когда вы например выбираете вариант корзины вместо ящика но не вытягивать его по бюджету вы по крайней мере будьте уверены что у вас ничего не свалится то есть корзина не переметнется дальше кронштейн для духовки вот его обязательно нужно ставить то есть если производитель это заявил в киевских кухнях можно на кое чем сэкономить это я вам потом отдельно в интерьер расскажу но вот на этом экономить нельзя если это есть это ставится так значит здесь у нас дальше стандартные меламиновые полки с покрытием нечего рассказывать это ящики максимера ящики мы с вами посмотрели так перетекаем сюда вот такой вот моду для хранения и уборки кому то нравится кому то не нравится в принципе он довольно-таки плотненький жесткие сюда умещается пылесос и какие-то там ведерко тряпка швабра то есть принципе все сюда можно уместить если место позволяет мы рекомендуем то есть он удобный вы все в кучу собрали у вас все в принципе на месте и стоит так значит каркасы у нас высотой до 2 20 высокие вот они или тот можно собрать сколь угодно высоко давай теперь перейдем к ножкам так ножки во первых кухню вы можете поставить на ноги можно поставить на скрытые ноги закрыть цоколем цоколь придется показывать там здесь представлена можно поставить на красивые ножки сделать кухню более воздушной открытой и так что мы имеем ножка копика 500 рублей металлическая и она регулируется немного до регулирует вон все регулируемые но иначе было валюту не у всех идеальный 500 рублей за 4 белых 600 рублей за 4 нержавеющих я очень сразу хочу ответить на вопрос который возник почему не показываем артикул и цены потому что наверное обзор такой ознакомительный понимание кухни по цену меня каждый день то есть здесь в этом обзоре должно быть понимание что и зачем ножка утби комплект из двух штук на это тоже внимание пожалуйста обращайте чаще всего берут когда полы вообще кривые когда вот ну сильно надо отрегулировать потому что нее одна из самых больших регулировок и плюс она еще у нас заглушка до закрываете не смогу я снять она зафиксирована то есть вот так это выглядит внутри вот так выглядит закрытом виде это ножки для ванны гадмаргон у нас помню вот такие но при этом они отличаются на кухню когда нужно повыше поднять когда не шкафом хотите отрегулируйте а ножкой появились новинки ножки бубен зеленые и серые и ножки фарфора б-т-ра когда у вас кухня определенного цвета вы не хотите закрывать соколем пожалуйста вам данные деревянные такие здоровые массивные ножки блин сколько их надо этих ножек на кухню люди под каждый каркас а ну только снаружи да а две штуки на каркас а две штуки на каркас потому что крепится все остальное к стене вот а вот они мы как раз до них дошли чин давай только чем машину и на ножку если надо один шин обязательно но стоит на ней экономить то есть вот на шине экономика стоит она придает как раз жесткость дополнительность это не только ровно повесить но еще ребро жесткость обязательно так мы еще не про все ножки рассказали не ценничка это ножки копейка базовые пластиковые которые обязательно закрывать соколем то есть это когда нужно кухню поднять и вот такая консоль копейка это не ноги не надо пытаться использовать как ноги плюс это выжидал паузу тебя от планки вы также добьетесь идеального а максимально бы с максимального горизонта на который можно будет потом положить ровно столешность то есть у вас не будет шкафчики не будет играть по высоте как раз и ближе близко к идеалу будет горизонт согласно хочу помнить положение все давай дальше копейка это угловые консоли для разделения столешность должна покажем как вариант на выставках так по нижней части все давайте теперь проверку а вверх как уже сказали глубина 37 сантиметров размеры в одном докажу одинаково размеры 1 размеры делится только шириной глубина и высота одинаковая чем можно оснастить верхний шкафчик деревянные полки комплект из двух штук стеклянные полки когда вам нужно как что-то красивое поставить плюс посудная сушилка давай рассмотрим посудную сушилку у нее поддончик металлический он съемный для того чтобы вы могли убирать воду я не знаю диме насколько удобно заглянуть верхний шкафчик когда монтируется он от посуду он монтируется без нижней стенки нижней стенкой является сушилка сама сушилка направляющие в принципе все вы не не сдутия мы у клиентов не заметили а помимо этого у икеи есть еще винный шкафчик и попозже может тогда мы покажем ну вот как бы люди сейчас вот рассматривают могут коричневый и черный беленький серенький ничего нужны винные шкафчики опять же когда вам нужно дополнить сделать такой аксессуар либо у вас немножечко пространство осталось и вот это пространство нужно заполнить я до сих пор жалею не докупив хранение бутылок которые крепятся к каркасу я купил только один который помещает 4 бутылочки металлические если я найду это в интернете я вам выложу сейчас сколько так ну что здесь мы мешаться на и больше не будет и пойдем в интерьеры вот что значит настолько был нужен этот обзор что все карты складываются до людей даже нет пойдемте посмотрим фасады как они выглядят какие у них моменты и еще одну классную фишку покажем пойдем сюда что мне сейчас нравится какой кей сделано фасады смиксованы то есть внизу могут перемещать между верху фасады все разные если можешь прийти в магазин взять столешку и приложить к любому фасаду они все съемные они все на одинакового размера каркас это очень удобно а значит каркасы уйти и начинается от по цене отличается именно визуалом и качеством гарантия вся 25 лет независимо от того вы купите самый дешевый белый или вы купите какой-то или вы купите какой-то дорогой фасад фасад прикольно пойдем показывать долю так а здесь у нас локс торт матовый просто классический белые матовые фасады здесь ручка дим телескопические линии выпил но это вот такая выпил выпил фрезерованы фрезерованная вот что у глянцевого что у матового мне очень нравится матовые бежевые кто смотрел наш обзор по икеи казани там очень шикарно представлены так низушки это тоже в акс торт а в акс торт помимо белого и бежевого есть еще в акс торт грецкий орех очень красивый переходный цвет но столешница мне вот не очень нравится все другого столешницу воткнул и еще в акс торт есть цвете темно-сером ребят по качеству исполнения они все одинаковые то есть сильно застрять на этом искать какие-то косяки не вижу смысла у каждого свой наверное стиль эксплуатации и у каждого проживет определенное количество времени здесь видно будет дальше фасад эстерум это коричневый поддерево материал dvp плюс пленка то есть это не массив как многие считают не бойтесь совершенно спокойно обтянута пленкой ничего нигде не вспучится не вздуется но по крайней мере если вы это не рассказываете значит эстерум делится на стеклянные это для верхних шкафчиков и на глухие выпил у них вот этот присутствует этот выпил нужно обязательно иметь ввиду и его обыгрывать чтобы кухня смотрелась красиво дальше сэвэдаль сэвэдаль делится тоже на прозрачные это типе на белый оттенок без бежа без перехода в серый прям вот чисто белый и на белые с просто вырезом без стен без прозрачной стенки здесь у нас фасад тоже dvp и пленка стенд сунт фасад dvp и краска стенд сунт фасад вот с таким выпилом вот таким это наверх уже то есть умейте ввиду если вот такое сочетание нравится кстати чем фишка киевских кухонь вы можете перемиксовать не с одного цвета сделать сверху другого цвета сделать дальше новый довольно таки фасад акстат dvp и пленка матовый синий тоже интересный выпил ну и стандартный базовый ты поближе может быть какие-то из них сможешь показать темновато да дальше лер хютан это уже фасад из массива береза покрыт морилкой и лаком то есть те кому актуальны именно деревянные фасады вам вот они жизненно необходимы значит идем и ищем цвет такой стеклянные дверцы стеклянные с вырезом если мы говорим про большие и просто обычные деревянные дверцы с выпил еще хочу чтобы обратили внимание на некоторых шкафчик есть вот такие декоративные цоколи вот он раз 2 на каких-то не это значит что именно под этот цвет под этот выпил есть цоколь если вот так цоколя нет не пытайтесь его найти то есть не подразумевает данный фасад цоколя тархэм кто-то любит данную серию кто-то не любит а тархэма есть особенность нанесенный квадратный рисунок это не рисунок я предполагаю эту армированное стекло как раньше это было модно может я подержу камеру ты потрогаешь массив ясени дсп ясневый шпон и лак нет это краска это краска просто рисунок печаль почему так раньше в советское время такое стекло армировали металлической сеткой дабы придать ей красоту и безопасность но при разбитии она остается на месяц не не ну да если долбанет и сверху мало не покажется так значит возвращаемся тархэм цоколь есть вариантушка фасадов плюс вниз как может выглядеть следующий синар синарп это дсп покрытый дубовым шпоном морилкой и лаком только глухие что вверх что низ ты переместишься но вы довольно таки фасад хаслар кстати имейте ввиду что цена фасада отличается от его размер чем больше фасад тем больше размер хаслар никаких опознавательных знаков судя по всему тоже покрыт либо шпоном специальной краской но описание нет кстати посмотрите на сайте напишите заодно будбин а будбинов у нас сейчас получается три цвета зеленый белый и серый белый никипина белый вот димку сможешь захватить он молочный более молочный с правой стороны он более холодное тело не знаю справиться умели камера по цветопередачи но принципе я вот смотрю тут видно разница мне кажется даже вот по этикетке видно значит будбин у нас это материал dvp покрытой краской будбин фасады такого вида такого вида с перекрестием с маленькими окошками и глухие соответственно вот такими вырезами цоколи под все будбины есть вот они цоколь идет цвет в цвет рингульт рингульт глянцевая пленка dvp рингульт у нас есть белого цвета к нему есть цоколь и рингульт есть светло-серого цвета очень красиво смотрится и кстати сочетается хорошо с ваксторпом еще чем мне нравится киевские фасады у кухонь они все облицованы кромкой и в принципе каких-то зазоров заняться вот этого не следующая вода серо-зеленый dsp и плевок за гроза вот бомбалу вот такого красивого оливкового оттенка фасад кому очень хочется но метод дорого обратить внимание на кухню фунта есть такой цвет подобный цоколь тоже есть дальше новинка бака антрацит фасад dsp и пленка такого темно-серого оттенка двери но целиком такую кухню не рекомендую на вытачу смотреться тяжелый только если какие-то элементы у нас осталось немножко по фасадам мужик пойдем закончу смотреться посмотрим пойдет смотреть интересное астер а керсун под светлый ясень dsp и пленка он прям с рельефчиком все как надо и аскер суд есть у нас еще в цвете темно-коричневым дим я думаю не видно тяжело передать в общем давай так на словах то же самое да в коричневом цвете стеклянная дверца ютис тоже не рекомендуем целиком делать все кухню во первых следы во вторых кухня будет очень тяжелая но она полупрозрачная откройте что посмотрите какая тренировка идет рука нужно а вот из персун коричневый что передать так ютис белое еще есть стекло помимо черного а дальше виден где-то самые бюджетные и киевский фасад кстати неплохо смотрится часто виден не берут для микса когда какими-то дорогими например цветными фасадами делают там акцент а этим делают остальное нормально адекватный фасад сам бюджет color из color то сейчас стало модно делать не только кухни но и берут методовские шкафчики полки делают прям целый шкаф и где-то там в гостиных комнатах ну прям интерьер на делу color это у нас дсп и глянцевая пленка дим и вот тогда перейдем сейчас туда до выйдем из еще два фасада покажем так а по ручкам у нас есть отдельный обзор ссылка уже ну там или выберет и в описании и в описании и перстам глянец светлая бирюза новый цвет очень классно смотрится dsp пленка вот чего не хватает мне например внешне мало какие фасады вот на таком то есть мне например нравится кухня да ну вот любая можешь из повернуться удобно пойдем вот на двое один держит другой смотрит как-то будет смотреться именно такой кухни то есть мы хотя бы например каждый фасад можем вот так было бы сделать эрста есть темно-синяя но вот особенность темного глянца видите сколько пыли она будет вас постоянно оседать то есть как бы вы не ухаживали за кухней буквально маленький промежуток времени у вас все в пыли будет так давай отойдем и зарезюмируем что мы показали каркасы все показали все черно-коричневый кстати вышли из ассортимент имеется ввиду теперь есть только белое дальше дверцы показали внутренние наполнение показали сейчас что мы с тобой сделаем покажем какие-то варианты исполнения как это вот в живую ящики с фасадами как выглядят или про нюансы расскажем какие нужно учесть при покупке кухни должен не он здесь не шок где найдем нюансы а ты имеешь ввиду на конкретных примерах на словах окей можно прям сразу вот о чем я говорила дима подтвердил мои слова что бывает вот вы собрали кухню и вот у вас осталось вот с два пальца место вы же ничего сюда не воткнуть и чего для этих целей уйти и есть фальш-панели вот здесь прям хорошо представлена это у нас кухня в акс торп в акс торп с фасадами под грецкий орех то есть вот он каркас методовский белый грязь покажу вот он вот каркас ой вот сам каркас а вот фальш-панель то есть это когда закрыть сразу про фальш-панели что хочу сказать обратите пожалуйста на это внимание когда вы самостоятельно через планировщик делаете кухню либо вам делают сотрудники в отделе бывает так что у вас все по размеру и у вас остался от силы сантиметр который никто не заметит но вам обязательно воткнут фальш-панели а фальш-панели стоит дороже чем фасады мы это проходили не раз дима за камерой кивает головой подтверждаем мои слова очень часто клиенты после того как покупали кухню самостоятельно потом к нам обращаются ребят сдайте у нас там шесть-семь досок осталось и сумму этих досок не меньше двадцатки то есть это приличная сумма за кухню поэтому вот на это обращайте внимание нужны ли вам вот эти фальш-панели или нет планировщик их кидает автоматом еще планировщик может автоматом кинуть соколи автоматом положить более дорогие петли поэтому вот эти моменты тоже все пожалуйста учитывайте и просчитывайте так а теперь покажем наглядно про что мы вам говорили в теоретической части вот они петли верхние то есть как это выглядит в шкафчике это очень удобно когда у вас широкие шкафы то есть пока это перевернутые шкафчики икея они не вот так сделано сделано вот так им прицеплены петли да это того стоит ты не бюджетно но это реально классно вот такой шкафчик двойной раз-два с фасадами масштаба по 12 700 мне кажется прослушным практически вечность дальше из нюансов по столешницам у нас тоже обзор есть столешницами сильно изменились по ассортименту языкеевских столешниц очень хорошо он делается острова понятно что это не всем актуально но есть большие крупные кухни большие пространства где остров жизненный необходим и чем заказывать остров за отдельные деньги его можно сделать можно сказать из подручных средств еще про что мы не рассказали не показали этого не было на выставке это панель фиксбук вот она что она делает дим как она крепится расскажешь вот я про это двухсторонний скотч или сиборезы начата стыковочный угол когда вы поставили кухню чтобы вас вода никуда не заливалась вы закрываете это планкой сама планка крепится на шурупике она легко обрезается но сами видно вырезать вы можете не идеально ровно ничего страшного здесь есть специальные уголки переломы в пазы вставлять поверьте на слово потом заделают попа здесь нужна мужская уже сила потом заделают вот это ставится и закрывается ну в принципе девочка почти справится лучше мальчиком нашли хороший вариант кухни бутин сером цвете полностью вся в сером кстати 10 как раз представлены разные варианты ручек а все это может сочетаться фарбик из плиточной керамической кстати вот эта кухня а без учета техники стоят 73 тысячи с техника полностью под ключ 157 а что хотела показать цоколь как он выглядит то есть вот это в принципе правильная сборка и я знаю что некоторых клиентов подбешивают вот эта дырочка дима кем можно так избавиться это уже конструктивной при этом цоколь крепится может крепиться как наверх так и вниз но сразу скажу вниз мало кто крепит потому что эстетически это немножечко корявенько выглядит если уж вам совсем жизненно необходимо то то можете это в принципе применять а еще хотела вот что показать как выглядят фасады без ручек то есть вот он вариант метода с каркасами вейдинги и аскер нут то есть дорогой фасад в бюджетном кстати хорошо сочетается просто нажали открыли здесь прячется лучше слушайте ну вроде как все нюанс эксплуатации это логически понятно не тантовать не мочить в кухне обращаться аккуратно документы хранить либо хотя бы знать дату покупки гарантия 25 лет еще такой момент имейте ввиду если у вас старая кухня фактом предыдущая линейка и у вас что-то там с браком очень большая вероятность обменять это эти фасады поменять вот в прошлом году мы буквально помогали клиентке менять фасады одни на другие кухонька новая как игрушка стала то есть все заменили под ключ не меняя сами каркасы разница между фактами и методом это как раз в размерах они не сочетаемы но в некоторых местах что-то можно обменять и сделать вариантов кухни ребята много у нас на канале очень много интерьеров вы можете посмотреть потому что на самом деле кухня все-таки это не вот каркасик ящичек тра-та-та а сначала представить визуал какую кухню вы хотите какой цвет вы хотите потом понять как вы будете это хранить уже говорила буду говорить всегда выдвижные ящики очень хорошо здесь кстати кто-то их такой хорошо законопатия выдвижные ящики здесь посудка прячется экономят место с полками вы займете очень много места то есть с выдвижными ящиками это будет более функционально еще один момент мы про него рассказывали раньше часто шкафчики можно спрятать по один шкафчик например нет два шкафчика можно спрятать под одним фасадом такие варианты уйти тоже есть они представлены на сайте часто прям вообще под один большой фасад прячут сразу все но тогда в этом случае вы уже будете открывать вот целиком весь ящик и вытянете все на себя у меня все тебе есть что добавить в технические части по поводу ну тогда что будем прощаться от вас ждем комментариев любите ли икеевские кухни или нет если любите почему любите если вы планируете покупать кухню это икеевская кухня почему вы хотите купить именно икеевскую кухню в чем причина почему именно ее выбрали если у вас какие-то хреновые отношения с икеевской кухней не сложились тоже пожалуйста пишите потому что это цена как показывает практика кухня наверное ну самая дорогая покупка что ли да в квартиру в отличии от всего другого муж кухне если ставят ставят ее очень надолго значит про ручки у нас есть кухни все показали фасады показали варианты есть раковины мы показывали сифоны кухонные мы тоже все снимали так что в принципе по кухне нам осталось вам рассказать наверное только варочные показывали про холодильники про посудомойки и все микроволновки духовки и микроволновки духовки да соберем информацию наберемся мужества и сил и сделаем все пока